МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Здорово! Блин, как дела? Как там в Москве? Немножко жарко стало. Какое-то нетипичное для ваших широт солнце. Атипичное? Атипичное? Не продолжай, не надо. Я не хочу слушать привычное продолжение слова «атипичное». Слушай, а что у вас там народ прям вот ходит в масках, а сидит без, да? Да, ну потому что в кафе, когда ты пьешь кофе, все-таки разрешено это делать без маски. Но как только допил кофе, надо сразу маску надевать. Я поэтому специально взял вот и круассан, и йогурт, чтобы можно было сидеть без маски то лише. Что надо? Кофе надо пить в маске. Да? А ты пробовал? Ну, мне кажется, это сейчас будет новый указ Министерства культуры. Именно культуры. Ага. Ну тогда хотя бы, может быть, это будет венецианская маска, да? И каждый может самовыразиться через маску. Давай что-нибудь хорошее поговорим. Хорошо. Вообще, кстати, если ты помнишь, я сижу вместе в Ереване. Вообще Ереван же очень располагает к размышлениям, к мыслям. Ты садишься в кафе летом, погода прекрасная, солнышко, люди ходят, птички поют. И в голову лезут мысли сами собой. И ты их можешь, так сказать, продуцировать часами. Мы, если ты помнишь, однажды мы так и сделали, кстати. Вот на этом самом месте. Какое слово ты решил сказать про что? Продуцировать. Какое-то неправильное слово. Но утром все-таки. Производить. Производить. Продуцировать. Вообще, я тебе должен сказать, что у меня было не очень хорошее настроение, когда мы решили делать эту передачу, потому что я не знал, о чем говорить. И как-то вообще все... Не могу сказать, что прямо депрессия. Но, в общем, вся эта ситуация, она как-то так наводит на какие-то мысли такие, скорее, грустные. Но сегодня такая хорошая погода, что я забыл, что у меня были грустные мысли. И настроение хорошее. Я сейчас готовился, значит, пока я просыпался, я как-то созвонился с Вовкой нашим Ткаченко. Привет, Вовке. Одновременно со мной тоже себе готовил завтрак. Два альтиста готовят завтрак в разных точках нашей необъятной страны. Да, и мы с ним тоже похихикали на тему того, что все-таки эта дрянь, конечно, она сделает свое дело. И останутся только те, кому действительно музыка – это что-то очень важное в жизни. Я думаю, может, с тобой вот этот слог происходит. Может, ты сейчас поймешь, что тебе музыка не нужна. То есть, кроме альтистов никого не должно остаться ты имеешь в виду? Я даже думаю, что, скорее всего, вообще скрипка может тоже исчезнуть. Как инструмент. Ну, конечно. Мы ее переплавим на что-нибудь или просто уберем в сторону? Нет, ничего себе не надо делать, пусть просто лежит. А они же деньги стоят, эти скрипки. Ну, вот я об этом. Столько дерева пропадает. Может, как-то пустить на что-то, там, шкаф какой-нибудь построить из всех скрипок. Я, например, временно переквалифицировался. Я вот тут закатываю кабачковую икру, баклажаны делаю, значит. Но я не бросаю своего дела все-таки. Как о бизнесе не думаешь о кабачковой икре, нет? Нет. Небольшой свечный заводик, так сказать. Я знаю, что такое фигары, как это сложно, раскрутить кабачковую икру. Сейчас, кстати, между прочим, в Москве самое время раскручивать какие-нибудь вот такие вот... Фуровацные, как по-русски сказать? Шашлычные, шашлычные. Ну, не шашлычные. В общем, короче, вот эти вот всякие овощи на гриле в закатанном варианте. Потому что сейчас армянское, скорее всего, все исчезнет. Останется только в маленьких магазинчиках. И в принципе влазит. Не знаю, не знаю, не знаю. Это отдельная грустная тема, конечно. Но вообще я тебя должен, конечно, расстроить. Ты уже начал раскручивать свою кабачковую икру вот прямо сейчас. Так что придумывай название. А Вобка сказал, чтобы ему баночка осталась обязательно. Ну, правильно сказал. Максю, понимаешь, вот вы словкой говорили о том, что это все отсеется и так далее. А у тебя не возникает мысли, а вообще кому это все нужно, по большому счету. Вообще так, в мире, в целом. С одной стороны, я вот сейчас говорил со многими, кстати, героями наших передач предыдущих, директорами филармонии. Потому что сейчас же вроде как бы жизнь возвращается. Они потихоньку начинают думать об открытии нового сезона. И вроде есть рекомендации. И есть положительные моменты, что вот те билеты, которые поступили в продажу уже, на будущее, они с дикой скоростью раскупаются. То есть публика вроде как бы хочет ходить в залы и есть это желание. Но вот эти вот там четыре месяца паузы без концертов и вот какие-то попытки делать онлайн концерты, которые вроде сначала вызвали некий такой интерес у публики и желание смотреть, а потом все это затихло, по большому счету. Меня он наталкивает на мысль, а вообще зачем и кому это нужно? Вот так, по-серьезному, по-настоящему. Кому нужно, чтобы мы с тобой учились по 40 лет, проникали там в тайны профессии, потом выходили на сцену, что-то из этого выносили? Есть люди, которые вот настолько детально готовы в это вникать? Или все равно это вот на уровне, в лучшем случае, на уровне развлечения остается? Знаешь, это вопрос, с которым я просыпаюсь и засыпаю. Действительно. Я могу точно ответить, например, если ты это задаешь вопрос, я могу ответить, что учиться 40 лет, это мы уже точно для себя. Потому что из 10 тысяч зрителей тебе один подойдет и как бы даст понять, что он понял, в чем отличается человек. Нет, нет, что он с тобой не согласен. Да, кстати, да. Хорошо, да. Он не согласен, причем, что тебе не надо было 40 лет учиться. Да. Вы знаете, вы могли бы так долго и не учиться вообще. Ты представляешь, вот действительно, ты там 30 лет на сцене, да, ты играешь концерты и все, и через 30 лет находится зритель, да, слушатель, который подходит, детально разбирает, что ты сыграл, понимает, почему ты сделал тут вот это вот демененда, почему вот ты сделаешь ретанута, хотя у автора оно тут не написано. То есть, ну вот, он все понимает, что ты делаешь, а потом говорит, ну вы знаете, мне так не нравится, как вы играете. То есть, это было бы интересно, конечно. А у меня вот другой вопрос. У меня здесь надо мной все время летают газпромовские самолеты. Здесь же ведь аэропорт газпромовский рядом. И я могу сказать, что это не путевые самолеты. То есть, у нас все-таки многим людям можно все время перемещаться. Карен, я очень хотел бы, честно говоря, в нашем новом сезоне, если мы выживем, как говорится, на эту тему именно поговорить со зрителями. Потому что мне очень хочется понять, для чего они ходят, и что они слушают. Вот эти вот... Я вижу иногда просто в соцсетях есть люди, которые не музыканты, но они в ленте комментируют, вот как у давно не была на концертах, или там очень хочется, а когда будут концерты ближайшие. Вот первый вопрос. Кто эти люди? То есть, все-таки, да, вот... Соцопрос какой-то такой же должен быть. Какое образование в среднем? Не в среднем образовании, а в каком... Какое в среднем образование этих людей? А гуманитарии там, не знаю. И вообще, чем они занимают? Второй вопрос. Что они хотят от музыки? От концерта, не от музыки, от концерта. Ведь это же тоже разные люди. Мы можем смотреть даже по этим трансляциям, которые были, что это все мало кому интересно второй раз. Третий раз, например, это тоже совсем никому не интересно, да? И потом это уже родственники убитого. Вот. Первые все... Было две большие трансляции таких знаковых, да? Одна из филармоний шла, другая из БЗК. Первые показы, они были там шестизначными там цифрами, да? Потом сразу в два раза меньше, и потом прямо геометрически все вниз уходило. И что заставило меня подумать о том, что все-таки, слава богу, онлайн-концерты никому не нужны, потому что здесь, ну, со многими людьми и музыкантами, очень важными для меня и для музыкального мира, я общался на эту тему, все задают один и тот же вопрос. Слушайте, а какие онлайн-концерты нужно послушать в концерты самых великих вообще людей? Вообще, уже, причем с большим количеством комментариев там. Ну, так для чего это нужно? Просто, чтобы артист отчитался перед компартией, что да, я бюджет распилил, ну, для чего еще это нужно? Ну, если, кстати, начать с самого начала по поводу вот соцзапроса про слушателей, я знаю, что многие в «Армонии» это делают. То есть у них есть какая-то, ну, более-менее объективная картина, кто эти люди, кто приходят в залы. Просто я даже чуть-чуть дальше бы пошел. Все равно эти люди приходят за очень разным. Понятно, что это изначально все-таки благородное желание, то есть они хотят к чему-то прикоснуться, потому что иначе бы они ходили там в кино, просто в какой-нибудь там блокбастеры, да, или еще там видов развлечений, миллионы сейчас. Все равно это уже какая-то публика немножко отсортированная, та, которая ходит на концерт классической музыки. Просто все равно мы вот в передаче с Феликсом затрагивали эту тему. На самом деле людей, действительно понимающих то, что происходит на сцене, очень мало. Более того, начнем с самого начала. Даже среди артистов, как мы знаем, не все до конца как бы понимают природу этого искусства, да, то есть, ну, есть же великие артисты, а есть просто артисты. И публика тоже, она же, по идее, она должна быть выдающаяся публика и просто публика. Это же тоже может быть так делиться, да. То есть публика, которая приходит в зал, досконально зная историю произведения, которая будет исполняться, готовясь к концерту, таких же людей очень мало, это объективно. Более того, наверное, сейчас сложно требовать этого от публики. Но шутка в том, что, на самом деле, вот так, по большому счету, если считать, то только если человек действительно знает досконально все то, что будет происходить на сцене, только тогда он может, может быть, получить действительно удовольствие от этого концерта, да. То есть он тогда может иметь возможность полную картину прочувствовать. Но об этом же вообще, в принципе, речи быть не может. То есть получается, что все то, чем мы занимаемся вообще, вот классическое искусство, это во многом профанация. Как это не смешно? Потому что никто из нас, участников этого процесса, до конца не знает то, чем мы занимаемся. Парадоксальная штука. При этом наше искусство много уже, сотен лет существует счастливо. То есть, может быть, это и не нужно. Может быть, вот это вот, какая-то вот такая вот условность и все время движение к истине, не оно и должно быть, на самом деле. Не знаю, меня вот эти вопросы очень интересуют. Я сейчас пришел к ужасной мысли, когда ты сказал про то, что публика должна была бы быть такая, чтобы она интересовалась заранее. Но, слушайте, наше искусство, во-первых, стало искусством, потому что мы вдруг захотели сколько-то там сот лет назад к себе более приставленного внимания, чем оно было. То есть, музыка, которая была аккомпанементом к обедам и к ужинам и ко всем остальным, ко всем остальным занятиям, всяким приличным и неприличным, в какой-то момент вдруг стала говорить о себе как об искусстве и говорить о том, что у нас там философские мысли появились в самой музыке. Но это, конечно, во многом благодаря тому, что музыка стала частью церковного ритуала вообще. Все стало гораздо серьезнее. Но именно с этого момента, мне кажется, музыканты стали требовать к себе полученного внимания. То есть, но мы же теоретически мы просто созданы для того, чтобы когда кому-то станет скучно, мы его потешили. Ну да. И для этого, каковременно циркачей, там, не знаю, клоунов, там, не знаю, кого-нибудь с пару медвежатами какими-нибудь там смешными, вот, и какого-нибудь там скрипача, чтобы он там что-нибудь попилил такое, чтобы там канифоль летела в разные стороны. Альт, я сразу хочу сказать, что Альт никогда к цирковым номерам не относился. Хотя, конечно, безусловно, игра на Альте, она относится к высшему. Изначально, да. Это такой, молчаливый, молчаливый номер. Знаешь, клоун высшей пробы, который выходит на арену, ничего не говоря, о всем смешном. Вот тот самый примерно Альт. А почему, слушайте, а почему вот этот вот клоун играл на скрипке, ему вот столько хлопали, а вот когда человек вышел с альтом, просто вышел и не играл, поклонился, ему больше хлопали, да. Великое мастерство. Ну, нет, ты правильно говоришь, конечно, но я не думаю, что надо вот откатиться назад и признать окончательно, что мы просто развлечений и, собственно говоря, не выпендриваться, да, там про философию, познание себя и вообще мироздание. Мы же все-таки развиваемся и наше дело развивается тоже, поэтому. Но все равно, вот какой-то такой страшный разрыв с человечеством, у искусства он, безусловно, есть, как мне кажется. Но еще раз говорю, может быть, это и хорошо, и правильно. Я вообще всегда считал и на самом деле продолжаю считать, что артист и не должен пытаться искать какого-то вот такого безусловного признания и надеяться на то, что то, что он делает, будет всем понятно, признано и оправдано и, так сказать, обласканно. Да, это может быть, не может быть, а на мой взгляд, это и не нужно. Ты это делаешь в первую очередь для себя. А что будет потом, это уже нам не скажут, наши дети, внуки, может быть, узнают, а может быть, не узнают. То есть ты в каком-то смысле должен работать в стол, что называется. Просто очень странно, что речь идет об исполнителях в этот момент. Обычно мы это говорим про композиторов или писателей, что ты работаешь, не надеясь на признание прямо сейчас. Но получается, что с исполнителями в каком-то смысле должно происходить то же самое. Да, ты получаешь свои аплодисменты, свои гонорары, но в принципе объективной оценки не может быть, потому что ее не существует. Ты же сам знаешь, что очень часто мы с тобой даже как слушатели, находясь на одном и том же концерте, тебе он нравится, а мне нет. Ну, скорее, наоборот, у нас бывает мне нравится, тебе нет, но это один и тот же концерт. Мы с тобой люди примерно с одним уровнем образования. У нас с тобой чаще не совпадают эмоциональные суждения. То есть ты все равно скажешь, не, ну, конечно, это не гениально, ты скажешь, ну, конечно, это не великое исполнение, но что-то же в этом есть. Ты всегда просто пытаешься найти что-то хорошее, а я всегда пытаюсь те, которые в тех исполнениях, в которых нет ничего, как бы, и я знаю, что человек не будет развиваться. Это все должно быть съедено ковидом, я считаю. Но потрясающе то, что и ты, и я, мы находим свое в том, что мы слышим. То есть, понимаешь, это говорит о том, что в изначальном продукте есть и то, и другое. То есть, нету, не может быть объективной оценки в нашем деле. Вот это вот, конечно, наталкивает на мысли на некоторые. Но, то есть, ты в целом все-таки, ты скорее оптимистичен, да, по поводу будущего? Я оптимистичен, потому что я вижу, что все к тому идет. Я просто замечаю, что очень много музыкантов, они действительно скоро перестанут играть. Это очень хорошо. А все-таки, а все-таки тема... Ты галочки поставил, кто именно? Я просто, мне цифры бегут. Я просто все-таки на самом деле хотел бы немножко поговорить на тему, для чего мы нужны. Вот. И где вот эта градация, кто за что отвечает. Потому что, например, есть очень хорошие музыканты, ну, я их уважаю в принципе. Есть вот ребята, которые занимаются тем, что они играют, допустим, какую-то такую музыку, которая требует просто хорошего, качественного исполнения, да, и при этом надо улыбаться. Вот. Активно так очень улыбаться, быть душечками, чтобы публика тебя любила, вот. Обласкать импресариус, скажем, со всех сторон, каждого, в общем. То есть такие вот, их все любят. Они всем улыбаются, ржут прямо вот над любой тупой шуткой. Но они делают свое дело хорошо. Обычно вот это самые, если мы говорим про наше время, может быть, я думаю, что так было и раньше, это самые успешные музыканты с точки зрения их карьеры, да. Вот. Но для того, чтобы быть такими, как они, не надо 40 лет учиться. То есть надо 40 лет учиться, но не этому, не музыке. Надо человеческим отношениям, там, учиться идти на компромиссы бесконечно, да. Просто вот остается, вот можно посчитать много типов музыкантов, и останется вот очень маленькая прослойка, слой, тех, которые заняты, там, поиском глубин. и самое интересное, что очень хорошие музыканты, которые действительно, ну, хорошие, они очень часто даже не понимают, о чем идет речь. Потому что человек берет первую премию на трех каких-то великих конкурсах в свои 20 лет, и не осознает, что на самом деле пока что он ничего не знает. Он просто может очень точно сыграть все ноты, которые ему написали, выполнить все указания тренера, вот, и любезно, чтобы еще этот педагог поговорил с жюри, тоже очень правильно. И все, и человек думает, что это максимум, что он уже всего достиг, и он начинает уже дальше себя чувствовать великим, и он не знает, что дальше есть как раз, не то, что продолжение, а дальше там еще огромная вообще вселенная, до конца которой так никто не дошел. Ни один из великих музыкантов, я имею в виду великих, когда умирал, он сто процентов бы ответил, что он даже до половины не дошел. А вот это вот самолюбие у тех, кто стал победителями там чего-то, или они материально стали получать больше, чем остальные, у них сразу все остановилось, потому что же все хорошо, и для них эта дверь закрыта, эта дверь завалена регалиями и деньгами. Не знаю, поэтому вопрос, кому мы нужны, во-первых, мы это кто? Ну понимаешь, то, что ты сказал. Слушателю это точно не надо, потому что получается очень часто, что есть некий момент унижения, такого, да, бесконтактного, когда ты говоришь о том, что там на самом деле гораздо больше, человек, который думал, что он начитанный, что он все знает, что он кучу всего слышал, а он не понимает вообще, о чем идет речь. И получается, что ты вот таким образом унижаешься. Потому что ведь очень часто те, кто вот так сильно развитые, это те люди, которые работают над собой, им надо быть развитыми, они должны понимать в музыке, они должны знать все про живопись. Это для них очень важно. И когда ты просто подходишь, грубо говоря, в какой-то момент их словесных излияний, там кому-то они что-то рассказывают, и ты просто начинаешь им аккуратненько говорить, что на самом деле вот здесь вот есть еще вот столько, их это бесит. Страшно. Теперь вот, то есть мы вот сужаем круг зрителей, мы вот можем бесконечно сужать, опять же, и останется очень мало человек, которым нужно то, о чем мы сейчас говорим. Вот те музыканты, те композиторы, которые над чем-то очень серьезным работают, и вот это вот все-таки это очень серьезное, это для нас, для самих, для развития нашей индустрии, скорее всего. То есть такая методика развития в музыкальном мире, не знаю, это что-то, какая-то особая штука такая, ведь если бы, допустим, ни Паганини, ни Свиньярским, там еще там парочка, трешка человек, там скрипачей, допустим, да, скрипка бы, наверное, не пошла бы вот в ту сторону, в которую она пошла, да, ну, скорее всего. То есть что-то было бы там в какую-то другую сторону пошло, да, если бы сначала там, не знаю, Борисовский, а потом бы Гружинин, а потом Башмед, я имею в виду, вот именно в такой последовательстве, если бы не произошло у нас в стране, я имею в виду, в Советском Союзе, да, то не было бы написано ни концерт Шнитке, там, ни еще. Ну и вообще, в общем, вообще все практически, да. Ну да, то есть, то есть, чтобы сейчас я не продолжаю, чтобы никого не обидеть, как говорится, вот. Какие-то есть законы такие, бытия, которые вот они, они, мы просто не понимаем, зачем это нужно, но оно все равно свое дело сделает. Вот, просто, наверное, мы, слушай, ну тебе же самому было бы неинтересно жить. Просто, если мы говорим, 40 лет мы учимся, а для чего, для чего нам, для чего бы нам нужно было бы тогда жить? Безусловно. Просто вот, интересно, знаешь, что, вот, кстати, даже в том, что ты говорил, вроде правильной вещи говорил, но есть очень много противоречий, довольно интересных. То есть, если брать победителей, там, выдающихся конкурсов, это не значит, что они не могут быть там выдающимися музыкантами, работать над собой, расти, да, Соколов, который в 16 лет выигрывал главный тогда конкурс в мире, конкурс Чайковского, да, он сейчас один из самых глубоких вообще музыкантов, который есть. Виктор Викторович Четвертиков, наш с тобой любимый, да, который на первом, по-моему, на третьем курсе он выиграл конкурс Чайковского в феноменальном совершенно стиле, он потом каждый год развивался, да, и становился глубже, интереснее, разнообразнее. Мы сейчас говорим про сейчас, а не про тогда. Тогда не было такого поймания количества конкурсов, и тогда конкурс Чайковского, он говорил о том, что ты действительно, да, очень крутой чувак, но при этом ты возвращался, как ты говоришь, Третьяков учился, ты возвращаешься в класс и там продолжаешь получать от своего педагога по голове. Но все равно, это все-таки личностные качества, да, так же, как вот те ребята, про которых говоришь, что они там умеют общаться, умеют улыбнуться и так далее, при этом они как бы, ну вот, качественные музыканты, но не более, а это же не значит, что там некачественный музыкант не умеет общаться, или наоборот, очень хороший музыкант, выдающийся, он обязательно угрюмый и нелюдимый, да, то есть тут все равно это все в итоге сходится к человеку, и нельзя сказать, что надо вот так вот, то есть не надо уметь общаться или там улыбаться, потому что это мешает творчеству. Кому-то мешает, кому-то нет, то есть нету, нету какой-то объективности в этом деле, нету рецепта какого-то, что делай вот так вот, и тогда будет все хорошо, занимайся 12 часов и читай только Пушкина, да, и тогда будет хорошо. Нет, есть люди, которые вообще ничего не читают, вообще ничего не знают, да, грубо говоря, но при этом феноменально играют, действительно, да, гениально. Есть люди, которые всю жизнь работают над собой, все равно ничего не получается в итоге. А и следующий вопрос, продолжая опять-таки ту же тему, а что из этого понимает на самом деле публика? Все-таки я думаю, что публика в основном реагирует эмоционально в среднем, в большинстве своем, да, понравилось, не понравилось. Но, еще раз говорю, история и смешная часть нашей профессии в том, что вся наша профессия построена на самосовершенствовании, то есть ты должен достичь некого идеала, но когда ты достигнешь этого идеала, которого никто вроде как бы и не достигал, выясняется, что всей вот этой работы и всей вот этой вершины на самом деле никто не знает и не понимает и не может оценить по большому счету. Это очень странно, как система. А я сейчас, а ты знаешь, извини, я сейчас подумал о том, что чем ты больше сам в себе развит, я про музыканта говорю, тем просто большему количеству публики ты понравишься. То есть получается так, то есть получается так, что, допустим, ты не интеллектуал, там, но здорово играешь, да, это понравится вот такому количеству, да, потому что вот эти, например, скажут, ну и что, ну здорово, ну быстро, ну ладно, но китайцы там все равно быстрее, допустим, да, там, это они это знают, там, если ты сыграешь для них чего-то уже, то те, которые интеллектуалы какие-то, допустим, скажут, ну хорошо, ну а смысл какой, а для чего вы, у него же, у него же ни в одной ноте нет интеллекта, то есть, если ты сможешь заполнить все вот эти вот необходимые ячейки, да, своим развитием, то тогда круг твоих зрителей, он будет действительно обширным. Наверное, тогда вот для этого. Ну я понимаю, да, понимаю, что ты говоришь, но все равно, даже в этом случае, вот взять того же Сокового, который феноменально виртуоз, чисто пианистический, ну действительно, при этом, безусловно, и интеллектуал, да, высшего разряда, который действительно философски относится к каждой ноте. Но я знаю людей, которые после его концерта выходят с изменившимся сознанием, то есть, действительно, то есть, Есть люди, я их знаю, которых его концерты меняют, а есть люди, которые выходят абсолютно спокойно с его концертов, которых он не то что-то не затрагивает, а они не понимают, в чем его феномен, зачем это все вообще нужно. Это же потрясающе. Пожалуй, я не знаю ни одного другого вида, не то что искусства, а вообще чего-либо, что могло бы абсолютно одинаковыми изначальными данными взрождать настолько разные эмоции. То есть, ну, не знаю, котики нравятся более-менее всем, я не знаю, людей, которые бы сказали, я ненавижу там маленьких котят, да, то есть это очень странно. А вот в искусстве такое и есть. Одно и то же может вызывать невероятно разные эмоции у людей. По-моему, это вот уникально совершенно. Ну, ты не знаешь, может быть, просто ты, потому что ты не знаешь. Опять же, понимаешь, вот это вот тоже интересно, что мы не можем знать всего, и, соответственно, уже правильность нашего восприятия уже немножко под сомнением. Я, может быть, сейчас скажу, конечно, что-то такое, что сразу против меня восстановит огромное количество людей, но... Ну, подумай и не скажи. Нет, знаешь, давай сейчас скажем, пожалуйста, огромное количество людей. Сейчас не смотрите. Да. Если мы будем говорить про Соколова, то я могу так сказать. Я слушаю его всегда с большим энтузиазмом, мне всегда очень нравится слушать, но через какой-то момент мне лично не то, что неинтересно становится, а просто, не знаю, я начинаю думать о том, или я тупой, очень сильно тупой, потому что я вижу фантастическую работу интеллекта, ее видно. Вот ты понимаешь, может быть, я не хочу, чтобы я это видел. Я хочу, чтобы это было соткано как-то так внутри, чтобы оно стало частью музыки, а не отдельно мозга, отдельно фантастическая техника. То есть, вот как-то вот департамент мозга, департамент техники, вот как-то мне хотелось бы, может быть, чтобы оно не выпячивало что-то, да, потому что все-таки первичная музыка должна быть все-таки. Мы же не на конкурсе каком-то, что, где, когда, ты знаешь, а какая нота там на второй странице у Бетховена в такой-то сонате. Ну, это же, мы же не про это. Все-таки, я при этом понимаю, что он великий пианист, я все, я понимаю тех людей, которые приходят к ним, я знаю с кучей наших знакомых, его обожествляет, да, но при этом, опять же, есть великие, которые, например, мне нравятся, есть великие, которые мне не нравятся. Это уже другой вопрос совсем. Это уже, может быть, это просто вот, что мне нужно. Мы же ведь тоже, опять же, занимаемся каждой музыкой, потому что каждому что-то, она дает свое, не всем же одинаковое. У всех разные эмоции вообще. Мы эмоционально абсолютно разные. Мы с тобой... Да, конечно. Играем одно и то же произведение, где, допустим, вы тоже, да, Гоша написал, пелицис, например, самый первый каприз двойной. Играешь ноту-до, и я играю ноту-до. Это одна и та же нота на одной и той же струне одним и тем же пальцем, ну, грубо говоря, да? И она там сколько там, раз в шесть идет? Ну, почти все-таки, просто у меня на скрипке, у тебя нальти, это уже огромная пропасть. Не, ну, нота... Не, ну, все равно, я специально, зная это, я сказал, что на одной и той же струне, потому что это струна-соль, допустим. Все-таки. Это не первая струна у меня, но я к тому, что вот одинаковое произведение, одно произведение, одна и та же струна, одна и та же нота, один и тот же композитор. Мы играем, допустим, вниз смычком, ну, грубо говоря, у нас смычки с белым волосом, ну, в общем, почти что все одинаково, да? Но мы эмоционально все равно по-разному даже начинаем думать. Ты о своем играешь, я о своем. Мы пытаемся сделать что-то вместе, да? Но все равно внутренне мы делаем как его... Мы стараемся, чтобы это звучало одинаково, плюс-минус, но все равно мы абсолютно разные внутри. И невозможно сделать так, чтобы мы были приблизительно одинаково. Это просто невозможно. А это... И вообще-то мы с тобой так давно это делаем, мы давно играем вместе. И все равно это не происходит. Конечно, это очень такой... Чего там уже говорить про... Что мы делаем, как долго, 40 лет, кому мы хотим понравиться, для чего это нужно вообще? Не знаю. Слушай, один вопрос такой задам, может быть, тоже не очень красивый и не очень корректный. А тебе не кажется, что нам вообще сейчас в мире просто не нужно такое количество музыкантов? Я-то давно об этом говорю. Причем, знаешь, с какой точки зрения я тебя спрашиваю? Вот, допустим, есть, я не знаю, поэма Шасона, да, скрипичное произведение, потрясающее. Есть феноменальная запись Яши Хейфица, которая была сделана уже там лет 70 назад, да. Есть там еще 3-4 записи, которые считаются такими классическими. Там Женетная Вела, допустим. Ну, несколько. И вот представь с того времени, какое количество исполнений этого произведения, в основном хуже, чем те, происходит каждый день. И если мы стремимся к идеалу все, и в искусстве особенно, вот зачем я, допустим, да, который считается, ну, в общем, там, каким-то, да, наверное, там, более-менее неплохим скрипачом плюс-минус. Зачем я должен брать это произведение, выходить на сцену и выиграть, если я лично, я сам знаю, что я его никогда не сыграю лучше, чем Яши Хейфица, потому что я сам боготворю это исполнение, да? Зачем тогда это все? Ну, пожалуй, это самый опасный вопрос, потому что... Я знаю, поэтому так и сказал, да. Да, потому что у меня есть несколько ответов на этот вопрос, но которые, в общем, они внутри меня хоронят, а большое количество музыкантов. Во-первых, начнем с того, что всем кажется, что они велики. Это прям вот повальное что-то, прямо кошмар какой-то. Ну, ты берешь сразу крайний такой вариант, я понимаю, окей, допустим. Потому что это один из вариантов, который сразу приходит в голову, потому что вот эта вот там, вот эта девочка все время с ровной косичкой, которая, это Хилари Ханта или как ее там. Я, например, не понимаю вообще, зачем она нужна в принципе. Потому что можно в какой-нибудь программе Сибелиус просто поставить, чтобы она сама играла там любые ноты, и это будет приблизительно то же самое. И в конце она себе сама пятерку поставит за то, что у нее чистая голова, хорошо уложена, и она чистенько все сыграла. Или этот самый, который в Переходе играл, его никто не узнал. Он играет все фальшиво, но также все это записывает. Почему им никто не говорит, что ребята, ну не надо это делать. В принципе, вообще, им вообще в принципе не надо это делать. Потому что они нового ничего не вносят в музыку. Мне бы очень хотелось, чтобы это было как-то страшно, чудовищно и что-то такое, но это было интересно. А у них это неинтересно. Вот может быть, вот все пытаются... А еще сколько людей при этом тебе скажут, что ну Хефис и Шассона, ну что ты как-то не понимаешь? Еще сколько людей таких? Вот, молодец. У меня была знакомая, например, которая говорила, что мне Хефис не нравится. Я говорю, как, почему, как такое может быть? Она говорит, у нее звук некрасивый. Ну и так далее. А как мой один педагог, когда я был маленьким еще, он говорит, ты знаешь, после какого-то моего урока, когда я неудачно играл, он говорит, ты знаешь, у меня есть один знакомый, который любит некрасивых женщин играть плохим звуком. Он говорит, я тебе искренне рекомендую никогда не быть на него похожим. Но люди, вот мы очень разные, действительно. И в жизни это еще как-то легко воспринять и понять, но в искусстве это приобретает феноменальные совершенно какие-то вот такие вот формы. Нету объективности в этом деле. При этом мы же вот вроде как бы понимаем, что есть она какая-то некая объективность, но она все равно очень субъективная, вот эта вот объективность. Ты помнишь, ты два раза был свидетелем того, как я играл арпеджиону Шуберту, да? Один раз в Левиче, один раз в Ереване, ты слышал. Да. Я не могу играть ее, вот, ну, есть несколько причин, да? Первая причина, потому что я не чувствую себя романтиком, вот никак. Нет. А потом у тебя нет арпеджи... Потом у тебя нет арпеджионы. А потом, да, и главное, что ее практически ни у кого нет. Нет. И второе, и второе, это то, что прям вот таким вот висит надо мной исполнение Юрия Абрамовича на записи. С Мунтианом. С Мунтианом. Причем даже не то, что прям вот нотами или мелодиями, а вот просто я столько раз, когда был молодым, ее слушал. Великая запись, правда. То мне, у меня как это, рука не поднимается, а когда поднимается, у меня какой-то, знаешь, я вот каменею просто. Я не знаю, может быть, стоит сходить... Тем более, что тут надо осветил, да? Сказал, ладно, можно. Играю. Альта крапива водой светует, да? Да. То есть, например, для меня нет ничего зазорного, если я признаю, что есть записи, есть исполнение, которым тянуться и тянуться, да? Может быть, и даже и не стоит. То есть, есть вот это и хватит. Ну, а почему... Вот, это еще у тебя вальтовый репертуаре. А у нас это вообще просто ступить негде. Ведь любое преждение кем-то уже сыграно лучше, причем несколько раз. То есть, это же безвыходные ситуации. И вот, наверное, поэтому, и, видимо, из-за этого, я очень люблю заниматься новой музыкой, которой, как говорится, не ступала нога человека. И находить там то, что я могу поискать сам, без вот этих историй в голове, да? Потому что очень сильно вот эти кукисы, они, которые ты забираешь себе в твою жизнь. А у нас нет такой кнопки, которая очистит историю, там, куки со спортом. Очистить, каждый день очищать. Причем, знаете, если провести аналогию со спортом, да, почему там это работает? Вот, допустим, выдающийся прыгун в высоту установил в прошлом году рекорд, да? Он прыгнул там на 5 метров, допустим. Но это не значит, что через там 3 года кто-нибудь новый не сможет прыгнуть на 5 метров плюс 2 сантиметра, да? То есть, там есть заложено все время обновление высшего достижения. Это нормально. А в нашем деле тебе нечего обновлять. Ты лучше, чем Хеффит, сыграешь как? Быстрее, чаще вибрации у тебя будет, или переходов у тебя будет там на 3% больше сделано, чем у него. То есть, непонятно, о чем мы вообще говорим. При этом, вроде как бы, мы же понимаем, в чем есть преимущества выдающихся исполнителей. Но вот разложить его на молекулы, поверить в гармонии музыку, не получается. Но в этом и есть преимущество, потому что ты не можешь это объяснить. Да, но что-то в этом есть, какой-то обман все равно. Прекрасно. Слушай, у нас есть потрясающие вопросы от Михаила Феймана. Фейман, это вообще, конечно, наше все. Я тебе предлагаю сейчас послушать, посмотреть эти вопросы. Давай. И потихоньку попробовать ответить на них. Давай. Там наверняка с подковыркой. Да, еще с какой-нибудь. Да? Ну, давай. Дорогие Макса Карен, привет. Спасибо большое за такую замечательную возможность задать вам вопрос. И он заключается в следующем. И прошу отнестись к нему очень серьезно. Уважаемый Максим, вот вы являетесь замечательным альтистом. И последнее время, может быть, только у меня такое ощущение, но, по-моему, это складывается в определенную тенденцию, что альтисты вот следующим этапом выбирают для себя позицию дирижера. Как ты относишься к этому? И, может быть, уже есть какие-то мысли на этот счет, попытки. И, может быть, вообще мы не знаем эту сторону Максима Новикова в качестве дирижера. И теперь Карен. Замечательный скрипач. Вот, скажи, пожалуйста, я думаю, ты со мной согласишься. Последнее тоже время или даже оно раньше, но я наблюдаю особо... Особенно сейчас. Скрипачи начинают изучать родственный инструмент под названием альт. Как ты к этому относишься? И, может быть, у тебя есть в этом опыт. И, опять же, мы не знаем вот эту темную или светлую сторону скрипача Каренуша Галдяна в качестве альтиста. И не наблюдаешь ли ты такой обидный, обидного момента, что для того, чтобы стать дирижером, необходимо пройти ступень альтиста? Жду ответа. Спасибо. Уважаемый Михаил, спасибо за вопрос. Вообще вопросы шикарные, конечно. Миша не подкачал. Миша вообще красавчик. Ой, это вопрос, который меня несколько лет назад активно мучил. Потому что, во-первых, у меня все-таки есть оркестровое прошлое. Причем и камерного оркестра, и симфонического, и симфонического в большей степени. И я сыграл, не знаю, вообще какое-то бешеное количество всевозможных произведений. И всегда я сидел в концертмейстерном альтовой группе. И для меня вот эта середина... То есть я был просто ниже, чем дирижер. А так-то, в принципе, я был всегда в серединке. И мне самому хотелось что-то сделать. И действительно, это была прям вот идея такая фикс. Даже в какой-то момент я даже нашел себе педагога хорошего. Уже, в общем, думал об этом серьезно. А потом просто ко мне пришла очень простая мысль, которая меня остудила. Я не хочу быть плохим дирижером. Пусть лучше я буду делать то, что я делаю лучше других. А хуже других пусть делают все остальные альтисты, которые не хотят становиться хорошими музыкантами. Хотя среди тех альтистов, которые стали дирижерами, есть очень хорошие альтисты, которые, к сожалению, решили, что лучше зарабатывать деньги, чем делать что-то хорошее для нашего инструмента. Не знаю, может, они устали. Это же все-таки физиологический тяжелый труд. Это вам не на скрипках играть. Я очень хотел бы стать дирижером, но я им не стал. И, видимо, если это произойдет, то это будет буквально так вот что-то там для себя. Хотя, если говорить о том, чтобы сыграть какое-то произведение с камерным оркестром, то я просто могу сказать, что мне тогда не всегда нужен дирижер. Я могу объяснить оркестру, что мне нужно. И хороший оркестр сам сыграет. В этом деле самое главное оркестру не мешать. Это многим дирижерам кажется, что они нужны. Они не нужны. Просто они пытаются, они приходят и начинают всем мешать. Ну, как так, наверное. Ну, сильно, конечно. Но хотя я знаю все-таки, что среди альтистов есть хорошие дирижеры. Среди альтистов есть хорошие дирижеры? И среди дирижеров есть хорошие альтисты? Альтисты тоже люди. Слушай, я бы Миша, кстати, ответил двумя цитатами. Одна, я ее лично услышал, когда последний раз, по-моему, в Москву приезжал Айзек Стерн. Это вообще мой любимый ответ на этот вопрос. Его спросили, почему вы никогда не дирижировали? В отличие от ваших коллег Ростроповича, Минухина, Остраха и так далее. Он говорит, вы знаете, я в своей жизни играл со столькими плохими дирижерами, что не хочу увеличивать их количество еще на одного. По-моему, блестящий совершенно ответ был. По-моему, я так же абсолютно... Вот ты так, собственно, и сказал. Теперь по поводу братского инструмента, Миша. То, что ты сказал про Альтисты. Не братского, извините, это не надо, не надо, пожалуйста. Рожественного, да, он сказал Рожественного. Хочу процитировать героя Сергея Бодрова из фильма «Брат». Он там сказал, не брат он мне. Это если родственник, то очень дальний, причем нелюбимый. Ты знаешь, ты будешь смеяться, Миша, но в моей жизни был однажды случай, когда я сыграл концерт на Альте. Причем, чтобы Максим посмеялся еще больше, это была партия второго Альта. В комитете Моцарта ты, вот, Миша, работаешь в замечательном камерном оркестре солисты Москвы, а я тогда работал в замечательном камерном оркестре виртуозы Москвы. Это совсем другой коллектив. И у нас был концерт в Италии, где мы ансамблем играли, и в программе должно было быть произведение Моцарта, в котором два Альта участвуют. И был выбор, либо нужно на этот концерт приглашать дополнительного музыканта, либо мне предложили, а я был вторым скрипачем тогда в составе этого ансамбля, предложили за месяц освоить партию второго Альта. Она, скажем, несложная была. Мне выдали Альт торжественно. Я позанимался и довольно успешно исполнил эту партию. Так что я, в общем-то, знаю, что такое играть на Альте. Более того, это ужасно звучит, но я знаю Альтовый ключ. И могу, в общем, даже в нем ориентироваться. Когда ты говоришь, что ты успешно сыграл, это тебе кто-то сказал или ты так сам решил? Нет, это я как Альтист уже говорил. Вот это вот суперская шутка. Да, это отлично. А по поводу пути к дирижеру через ступень Альтиста, это очень легко для скрипача. Ты просто поднимаешь ногу, перешагиваешь через Альтиста и идешь дальше. Спасибо, Миша, вам за вопрос. То есть тебе не мешает ничего стать дирижером, да? Мне, ты знаешь, у меня та же история, что у тебя даже еще хуже. Как ты знаешь, мой дед был дирижером, у меня дома огромное количество партитур с его подписями, записей и так далее. И мне не только вот то, что говорил Стерн, а мне еще и память, и, так сказать, гордый профиль деда мешает стать дирижером, потому что я совсем понимаю, что это надо делать хорошо, и этому надо учиться. Слушай, а у вас есть некий такой, ну, и это, конечно, неправильное слово, дауншифтинг такой, то есть дед дирижер симфонического оркестра, папа дирижер хоровик. А я скрипач. Вот. Да, надо поговорить с детьми срочно. Нет, действительно, вот у меня две вещи такие в жизни. Это вот дирижер его дня и игра в квартете. Для меня вот обе эти вещи, это какой-то вот совершенный космос. То есть я всегда хотел играть в квартете, но понимал, что если я буду играть в квартете, я должен заниматься только этим. То есть надо все остальное оставить. И вот как-то вот не сложилось, что в жизни был какой-то такой квартет, когда я готов бы был все поменять и бросить для этого. А заниматься этим просто так вот, как бы вот там каким-то составом собраться и вроде как-то назваться играть, я вот не хочу из уважения к квартете. Я вот когда слышу Альбан Берг квартет, как они играют, я вообще не представляю, что я бы занимался бы квартетом, да, при том, что существуют они. Ну, были, я имею в виду. То есть вот с этим вот багажом, который они фантастически оставили после себя, как, зачем вообще играть в квартеты, если есть их записи? Ну, да, согласен. Хотя для меня все-таки все равно старые бородинцы, все равно вот они для меня их. Ну, это понятно. Тебя другого не искали. Ну, это уже вкусовыдело. Да, это понятно. Ну, понятно, естественно. Конечно. Скрипачки, конечно, ваше мнение. Потому что капельман, капельман, май Самойванов, ты же понимаешь, куда нам делать. Вот. А дирижирование в этом смысле еще феноменальнее. Потому что когда ты смотришь там на Тоскани, моего любимого, или там на Фурклендера твоего любимого и мной тоже любимого, допустим, или там на Квайбера, да, ты вообще, я не понимаю, мне кажется, что это не люди, что это что-то такое инопланетное, да, потому что это какой-то невероятный уровень вообще масштаба мозгового, интеллектуального, эмоционального и всего остального, да. Фуркфеггер, читать о портетуре в 8-летнем возрасте, он понимает, что этим занимался, это настоящий профессионал, своего дела. Он не перебивщик там в каком-нибудь инструменте, на котором у него что-то не получилось. Да. Он этим жил с детства, он великий. Но великий он не потому, что он с детства этим жил, а он стал великий. Вот, вот именно. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. Значит, что мы хотим сказать в конце нашей передачи? Мы с Надеждой смотрим на осень все-таки. Да. Тем более, что она уже рядом. Оставляем вас без нас. Это я обращаюсь к нашим зрителям, что мы в августе не будем вас ничем тревожить. Вы можете спокойно пересмотреть все наши предыдущие 10 передач. 2 октября у меня начинается очень интересный мой проект. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Он называется «Музика аль денте». Это такой сезон-фестиваль, который будет проходить в соборной палате. Первый концерт будет 2 октября. Посвящен будет он Геи Кончелли, солисты Полина Осетинская и Юлиан Нилкис. Я там тоже немножко поиграю. Соответственно, будет музыка Геи Кончелли и Моцарта и Шумана. С Кареном у нас потрясающие планы все-таки отпраздновать наше десятилетие, нашего совместного творчества, а именно наш поединок, наш дуэт. И мы это сделаем. И мы это сделаем, да. Не хотел бы говорить, что несмотря ни на что, потому что все-таки с оглядкой мы... Да, у нас в октябре будет несколько городов, куда мы... Не только в октябре, октябрь, ноябрь, декабрь у нас будет. И декабрь, да. У нас будет тур по стране. И я думаю, что в этом туре мы с тобой продолжим наши беседы. Может быть, непосредственно там со зрителями, непосредственно со строителями наших концертов, там, с какими-то местными музыкантами. Все равно надо... Мы это больше для себя делаем с тобой, чтобы нам понять. Конечно. Как и все, собственно. Да. Наш вопрос, зачем нам это нужно, для кого это нужно, и зачем мы это делаем, мы можем эти ответы найти только в общении с разными людьми. Да. Как говорил герой великого актера Фрунзика Макричана в фильме «Мемино», если мне будет хорошо, я так довезу, что и тебе будет хорошо. Вот самое главное сделать хорошо себе. И тогда всем остальным тоже будет хорошо. Правильно? Да. Правильно. Ну что, будем стараться делать хорошо? Да. и хорошего августа всем. Вот. Пусть он будет теплым, не жарким. И желательно меньше шатайтесь по городам, где нужно носить маски, уезжайте за город и дышите свежим воздухом. Вот. Не болейте, пожалуйста. Побольше ешьте свежих овощей, фруктов, чеснока и всего остального. Вот. И всем тем, кто сейчас болен, нашим друзьям, есть несколько человек, которых я знаю, сколько скорейшего выздоровления. Здоровья. Здоровья. Быстрее ваши носики почувствуют опять запахи с вами. Вот. И обнимаем всех, целуем, да, чего там еще мы делаем. Всего самого хорошего. Любим, ждем. Да. Всем пока. До осени. Пока.